Здравствуйте! Мамина школа открыта для вас. Сегодня в программе. Зимние каникулы, время танцевать акробатический рок-н-ролл. А где этому научиться и как смастерить рождественских ангелов и кукол, в которые играли наши прапрабабушки, в ближайшие 20 минут в маминой школе? Новый год наступил. Чем заняться в этом году? Одним из видов спорта, куда можно записать своего ребенка, это акробатический рок-н-ролл. Что это такое, узнаем прямо сейчас. Сегодня в гостях у маминой школы директор клуба акробатического рок-н-ролла «Позитив» запасников Борис Витальевич. Борис Витальевич является мастером спорта международного класса. Здравствуйте, Борис! Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что же такое акробатический рок-н-ролл. Акробатический рок-н-ролл, Наталья, это замечательная смесь, составленная из современной музыки, стиля рок-н-ролл и нескольких танцевальных современных направлений, плюс акробатика. Но это больше разнообразие какого-то танца или это спорт? Это спорт. Существует Российская федерация акробатического рок-н-ролла, Международная федерация акробатического рок-н-ролла. Нам присваивают разряды, проводятся чемпионаты мира, Европы. И стоит, я думаю, сказать, что российские спортсмены на данный момент сильнейшие в Европе и в мире. То есть родителям стоит задуматься о том, чтобы отдать своего ребенка в такой вид спорта, и пока мы впереди планеты всей, и могут быть какие-то достижения у ребенка. Совершенно верно. И мы можем гордиться этим. Конечно. Ну что ж, здорово. А скажите, пожалуйста, с какого возраста можно отдавать ребенка в этот спорт? Цельсообразно начинать с 4-5 лет. И до какого? Без ограничений. До буквально 40 лет можно выступать на профессиональных турнирах, ездить на международные соревнования. И в таких странах, как Франция, Германия, как раз большинство занимающихся именно вот такие люди. То есть это такой семейный вид спорта? В общем-то да. То есть можно отдать ребенка в этот спорт и самой маме пойти заниматься и быстро восстановить свою фигуру после родов? Конечно. В нашем клубе есть такая возможность. Есть группа для совсем маленьких детей, и есть группа для родителей. Но если мы отдали ребенка с 4-х лет, вот первые какие-то достижения, они когда приходят? Вот какие-то серьезные соревнования? Когда уже можно отправлять? Соревнования начинаются буквально с первого года. Вот. Ну, естественно, с 4-х-5 лет задача первого года обучения – это просто привить любовь, да, к нашему виду спорта, дать общее танцевальное образование. В первый год каких-то сверхдостижений, сверхрекордов детей не требуется, не нужно это. Ну, давайте мы посмотрим, как проходят тренировки и какие результаты у ваших детей. Отправимся в вашу студию. С удовольствием. Посмотрим сюжеты. Кто из нас не любит танцевать? Зажигательная музыка не оставит равнодушным никого. Танец управляет нашими эмоциями и настроениями. Мы с вами в клубе акробатического рок-н-ролла «Позитив». В нашей школе, 499-й, директором которой является Романь Конна Иль Васильевна, секция по спортивному акробатическому рок-н-роллу работает уже 10 лет. Изначально это была маленькая секция, и руководитель и тренер запасников Борис Витальевич ходил по разным школам, набирал детей, агитировал их посещать секцию. Дети, посещающие клуб, выступают на всероссийских, городских, московских, международных конкурсах и олимпиадах, получая дипломы, разряды. Эти ребята не понаслышке знают, что этот парный танец не только развивает спортивные навыки, укрепляет здоровье, но и увлекает своей зажигательной музыкой, ритмом и, конечно, большой и дружной компанией. Сколько лет ты занимаешься акробатическим рок-н-роллом? С шести. С шести. А ты нет? С пяти. Лера, а ты за скольки? Я не вспомнил уже. Вам нравится заниматься? Да. А что вам нравится больше всего? Мне танцы нравятся лучше. Я очень люблю рок-н-ролл акробатический. Здесь, так как здесь много друзей, здесь много эмоций, хорошая музыка. Мы танцуем уже года три. За это время я многому чего научился и много приобрел новых навыков. Я занимаюсь восьми лет. Здесь уже нахожусь пятый год. Я успеваю делать и уроки, и сюда ходить заниматься рок-н-роллом. Достижения у меня в рок-н-ролле нормальные, хорошие. Я получил кандидат в мастер спорта и занял на российских соревнованиях третье место. Акробатический рок-н-ролл – это не просто отличный способ стать уверенным в себе, но и возможность найти множество новых друзей. Каждое лето мы ездим в лагеря. Ездили на море в Анапу и два года подряд ездили в Санкт-Петербург. Здесь у меня очень много друзей. Я люблю своего тренера. Вас это все заинтересовало? Тогда вы можете смело реализовывать свои мечты в клубе акробатического рок-н-ролла «Позитив». Ну что ж, это здорово. Я вижу, что дети с удовольствием занимаются, у них уже действительно есть достижения и результаты. А вообще, вот что это дает детям? Огромное количество плюсов акробатического рок-н-ролла. Это замечательное физическое развитие, общее физическое развитие. У нас в нашем виде спорта задействованы в равной степени все группы мышц абсолютно. Отличное влияние на дыхательную систему. Есть пример. У нас два человека пришли с серьезными дыхательными заболеваниями. Грубо говоря, просто бронхиальная астма. Да что? Да, и за год отказались от ингаляторов. Вот обычные дети ходят в школу. И врачи разрешили им заниматься? Разрешили, да. Психологический аспект очень важен. Пара – это маленькая модель семьи. Вот. Буквально с 7-8 лет, да, девочки, мальчики учатся нормально общаться. Вот. К 15 годам человек взрослеет, мальчиков, наверное, это в большей степени касается. Нет никаких мифов. Вот. Все реально. То есть человек трогал девочку за руку, да, общался с ней. То есть это средство общения. Они учатся общаться с друг с другом, да, и как мальчики с девочкой, так и у них, наверное, друзья. То есть они уже, как, наверное, большая семья, и какие-то даже праздники, не связанные со спортом, они отмечают вместе, да? Конечно, мы собираемся. Какие-то соревнования у вас, наверное, бывают? Регулярно мы выступаем на соревнованиях. В месяц 2-3 раза. Вот старшая группа, которую вы видели, выезжает на соревнования. Есть такое мероприятие летние сборы. Каждый год, месяц мы вместе ездим в лагерь куда-то на море. Совмещается отдых, тренировки, работа. С нами тренер по акробатике, хореограф. То есть это целый образ жизни? Да, конечно. И даже, наверное, если кто-то бросит этот спорт, то потом эта дружба останется и пронесется через всю жизнь? Приходят к нам в зал, конечно, наши бывшие ученики. Все прекрасно общаются. У нас есть регулярные выезды на природу. Отмечаем вместе Новый год, отмечаем дни рождения. Все это, конечно, присутствует. Ну, здорово. И, конечно же, замечательная физическая подготовка и фигура как у мальчиков, так и у девочек. Наверное, это сразу их лишает всяких комплексов по поводу внешнего вида, потому что они уверены в себе. Конечно, у меня был опыт, я работал преподавателем ритмики в обычной школе, и у меня была возможность сравнить своих детей, которые занимаются у меня, рок-н-роллами, обычных, сравнений в нашу пользу. То есть уверенные в себе дети? Уверенные, дисциплинированные, люди, которые умеют ставить цель, добиваться ее, все это очень нужно. Как правило, учатся хорошо эти дети. Ага, то есть это даже сказывается на их общеобразовательных каких-то, да? Конечно, да, при том, что меньше времени на учебу, но вот за счет дисциплины, привычки все делать быстро, четко, сказывается это на учебе. Ну и даже если не будут каких-то феноменальных достижений в этой области спорта, то человек, который учился в вашей школе, знает, что такое акробатический рок-н-ролл, ему, наверное, легче будет достигать каких-то целей уже других, связанных с другой сферой деятельности во взрослой жизни. Совершенно верно. Это им и поможет подготовка, да, и физическая, и моральная. Конечно. Скажите, ну вот мне самой очень понравилось, даже хочется, наверное, записаться в вашу студию. А какая финансовая сторона вопроса? Вот если даже не я, а я хочу записать своего ребенка, то есть на какие затраты мне придется пойти? Что нужно для того, чтобы заниматься акробатическим рок-н-роллом? У нас достаточно демократичный вид спорта. Вот если сравнивать с теми же бальными танцами, все гораздо более доступно. На начальном уровне это элементарная спортивная форма, чешки или джазовки, какие-то тянущиеся брюки, купальнички, футболочки, в принципе, все. Вот в дальнейшем, если происходит какое-то развитие, да, пара начинает выступать на соревнованиях, ранг соревнований повышается, нужны костюмы. Вот, но опять же это гораздо более доступно, чем в фигурном катании. Но костюмы надо шить или их можно купить? Можно купить, можно шить, но в принципе в пределах 200-300 долларов стоит костюм, и один раз в год его достаточно менять. Ага, но это для тех детей, которые уже так серьезно занимаются? Да, 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 которые выступают. Ага, но это что касается костюма, экипировки, скажем так, а само обучение сколько стоит? То есть это какая-то государственная программа или частная, вот есть частные школы? Или если мы входим в федерацию вот этого спорта, то это подпадает под государственное какое-то финансирование, может быть? Клубы, как правило, частные, везде есть какая-то минимальная плата за обучение, по-разному это выглядит, по-разному это называется. Но в принципе очень все доступно в пределах... Ну вот и до, то есть какие-то в среднем, сколько стоит обучение? 50 долларов в месяц. 50 долларов в месяц, значит... Вот есть, да, если какая-то пара топ-уровня, то есть нужны, конечно, индивидуальные занятия, да, мы вот в нашем клубе есть практика, мы приглашаем хореографов, приглашаем акробатов, приглашаем преподавателей актерского мастерства, вот, но... Ну это для тех, кто уже серьезно занимается? Да, практически для любой семьи все это доступно, вот, и в принципе, наш вид спорта на виду, мы много выступаем, есть к нам интерес, вот, и есть возможность найти какую-то помощь, то есть какие-то или частные, или государственные, да, структуры нам помогают, вот, и если ты действительно хочешь, вот, у тебя будут и костюмы, и поездки, и на соревнования, и все, что нужно для тренировок. То есть главное желание? Конечно. Вот, для тех родителей, которые сейчас стоят перед выбором, куда отдать ребенка, да, вот, например, ребенку 5-6 лет, скажите, почему именно ваш спорт достоин того, чтобы отдать своего ребенка в этот спорт, в акробатический рок-н-ролл? Вот, основным плюсом, я считаю, демократичность нашего вида спорта. Есть возможность для оздоровительных занятий, да, как фитнес, фитнес-движений, вот, и есть возможность плавного перехода к спорту, к спортивным достижениям. Если сравнивать с гимнастикой, с фигурным катанием, не нужно в нашем виде спорта отказываться от учебы, можно прекрасно учиться, прекрасно совмещать учебу с подготовкой к международным соревнованиям. Есть у нас студенты, которые учатся в серьезных вузах, да, и при этом регулярно ездят на чемпионаты мира, чемпионаты Европы, там побеждают. Вот, работать, учиться и заниматься рок-н-роллом вполне возможно. Причем во всех возрастах, я так понимаю. Да, вот, было бы желание, стремление и так далее. Ну что ж, спасибо вам большое, Борис, что вы к нам пришли. Я думаю, что многие задумаются и многие придут и будут заниматься акробатическим рок-н-роллом. Мы надеемся. Замечательный вид спорта. Хотелось бы пригласить детей, родителей в наш спорт и в наш клуб акробатического рок-н-ролла «Позитив». Предновогодняя суета позади. Сейчас есть время спокойно сесть за стол и со своим ребенком творить чудеса. О том, как сделать рождественских ангелочков и кукол, в которые играли еще наши прапра и бабушки, мы знаем из нашей постоянной рубрики «Развиваемся играя». Смотрим. Разве может ограничиться Новый год одним только днем? Конечно нет. Впереди новогодние каникулы. Пора готовить рождественские подарки. Да и на елку вот таких рождественских ангелочков пора повесить. Делается неэлементарно. Для него нужно всего лишь квадратик тюля. Можно даже какого-то старого, совершенно ненужного. Кусочек ваты и ниточка. Берем квадратик. Кладем кусочек ваточки в центр и сгибаем треугольничек. У нас ваточка получается в самой серединке. Дальше берем ниточку и головку обвязываем. Завязываем узелочек. У нас получилось как бы три уголочка. Три уголочка. Есть у всех три уголочка. Вот эти два уголочка, которые в стороны, да, это будут ручки. Поэтому мы отделяем их ниточкой под ручкой. Один раз, другой ниточкой под другой рукав. Крестик получается. Делать таких ангелочков захотели все дети, которые пришли сегодня в Новый книжний на субботний мастер-класс, где опытный педагог не только помогала каждому, но и рассказывала об истории возникновения таких самодельных игрушек. Раньше же все игрушки делали из того, что было в доме. Ткань, ниточки какие-то, деревяшки там даже вырезали. Дальше, естественно, у нас, у нашего ангелочка не хватает лица. Поэтому мы с вами его просто нарисуем. Когда у ангелочков появились своеобразные нимфы над головой, глазки, эротики, они заговорили, они взлетели, они стали непохожими друг на друга. В Новый год происходят какие-то чудеса, да? И в Новый год есть волшебник, который нам дарит подарки. Кто это? Дед Мороз. Дед Мороз, действительно. Да, но чтобы Дедушка Мороз к нам пришел и принес подарки, да, какие-то наши желания исполнил, мы его привлекаем чем? Красивой и нарядной... Ёлкой. Ёлочкой, да. Я сегодня хотела бы с вами сделать красивую гирлянду. Для этого нам понадобится фольга. Из этой фольги нужно всего лишь сделать бусинки, то есть сколькать ее и сделать круглую-круглую бусинку. Вот так в игре дети приобщаются к истокам нашей культуры. И их очень впечатляют рассказы о том, как праздновали Рождество их прапрабабушки, когда были такими, как они сейчас. Поэтому-то все и захотели поиграть в куклы наших далеких предков. А где их было взять? Только сделать своими руками. К нашим ангелочкам мы можем сделать еще человечков. Так, для этого нам понадобится сантиметров 10-15 нарезаны ниточки. Много-много-много. Или мулины, или шерстяные. Должны быть потолще. Вот у нас пучок ниток. Мы ее переворачиваем вот так. Складываем пополам. Да. И ниточкой перевязываем. Берем еще по одной ниточке. И перевязываем чуть ниже. Будет у человечка голова. Дальше вот этот хвостик мы делим на три части. По бокам две маленькие и в серединке одна большая. Это мы отделяем ручки. Кладем куколку на стол. Ручки в стороны. И перевязываем туловище. Ручки можно тоже перетянуть ближе к концу веревочками. Именно так делали кукол не только из ниток, но и из соломы. Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это не просто детская игрушка. Это неотъемлемый атрибут древних обрядов. Считалось, что такие куклы обладают магическими свойствами. Наши предки верили, что куклы способны приносить счастье в дом. А еще каждая такая кукла становится уникальней. Ведь дети сами придумывают ее настроение и характер. Пройдет не один Новый год. Наши дети вырастут и забудут большие машинки, огромных кукол, которых мы им много еще подарим. Но они никогда не забудут эти добрые игрушки, которые вы делали вместе. И помните, что воспитание ребенка – это прежде всего воспитание родителя. Ваш малыш будет иметь феноменальные достижения в спорте, если вы вместе с ним будете ходить на эти занятия и стимулировать в нем дух соперничества и желание побеждать. С вами была Наталья Полетаева. Семейного счастья и до новых встреч!